Всем доброго времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ива Лехцер. И сегодня хочу с вами провести вот такой онлайн интерактив. Мне просто подписчица попросила сделать такой онлайн расклад на истинную причину расставания. Когда партнер, например, уходит от вас без объяснения причин, или же вам объясняет причину, но вы с ней не то чтобы не согласны, а понимаете, что за этим вкроется что-то другое. И вот данный расклад поможет нам все-таки прояснить, а что же было на самом деле, то есть что послужило причиной расставания. Сегодня мы будем работать с колодой эротической Таро Монара. Думаю, многие ее очень хорошо знают. Итак, я выложу всего 8 позиций. Ваша задача настроиться на расклад. Выбрать один из восьми вариантов. Проговаривать свое имя, имя партнера. Дата рождения. Если вы не знаете дату рождения мужчины, постарайтесь его визуализировать, подумать о нем. И дать картам запрос. А что же послужило истинной причиной расставания. Первый аркан у нас будет. Это то, что он вам озвучил, или как он вам показал, что продемонстрировал. И второй аркан – это истинная причина расставания. Так. Показное. Истинная. Показное. Истинная. Показное. Истинная. Показное. Истинная. Показное истинное. Показное истинное. Показное истинное. Пожалуйста, дай вам несколько секунд сосредоточиться, расслабиться и выбрать тот вариант, который, скажем так, с вами резонирует. Ну и давайте смотреть для тех, кто выбрал первый вариант. Итак, то, что было озвучено. Вот знаете, либо мужчина так себя проявлял, вам это показывал, либо вам это озвучил. Сила, это называется не по Ваньке шапка. То есть он считал, ну мне именно по этому аркану сложно сказать, да, кто здесь в какой роли. То есть либо он вам не соответствовал, вы выше по статусу, социальному, каким-то моральным убеждениям, духовным ценностям. Или же он считал, что вы недостойны его в какой-то степени. Почему? Потому что, ну вот видите, здесь девушка всеми силами пытается мужчину удержать, хотя понимает, что для нее это не посильная ноша. Для нее это тяжесть. Да, она пытается, она борется, но, скажем так, ну вот как говорит мужчина и позиционер, не доросла-то до меня. Вот такая у него была позиция. А что же скрывалось на этом на самом деле? А здесь скрывалась, тут такая вот карта, называется натуз воздуха. И по этой карте, ну это знаете, больше с позиции аналитики. Либо вы не подходили друг другу на интеллектуальном уровне, то есть вам друг с другом не о чем было поговорить. То есть знаете, какое-то приятное времяпрепровождение, интимы и прочее, это все, конечно, замечательно. Но мужчина понимает, что, повторюсь, либо он до вас не дотягивает в интеллектуальном плане, либо он. И в целом это карта какая-то вот осязание, какие-то мечты, желание влюбиться, желание новых отношений, желание обнуления. Поэтому мужчина и порвал с вами вот эти вот взаимоотношения. Не хватает ему вот этой вот, скажем так, интеллектуальной части. Либо вы не понимали, скажем так, его в кавычках искрометный юмор, его какое-то мировоззрение взгляда на жизнь. Либо он не понимал вас, потому что до вас не дорос в этом контексте. То есть, ну скажем так, абсолютно разные люди. Ну вот здесь вот девушка, скорее всего, все-таки превосходит мужчину по своему социальному статусу, по своему воспитанию, своему образованию и взглядам на жизнь. А мужчина вот, скорее всего, здесь такой более, знаете, какой-то хамоватый и быдловатый. Так, какая причина была озвучена во втором варианте? Десятка воды. Ну по десятке воды либо у человека есть семья, потому что это все-таки карта семейная, карта новых чувств, новых эмоций, погруженности, влюбленности. То есть человек, например, знаете, ушел в лом с головой в какие-то новые взаимоотношения. И как следствие вам это озвучил. Что же было у него на самом деле? А на самом деле, да, скажем так, напористость другой девушки дала о себе знать. То есть кто-то взял его, грубо говоря, нахрапом. И, скажем так, он не особо этому сопротивлялся. Ему понравилась эта активность. Потому что женщина своей вот инициативностью смогла расшечь в нем страсть и как следствие зародить чувства. То есть вы знаете, вот насело. Мое не отдам никому. Ну а он из серии, ну вот боритесь за меня. Кому достанусь, тому достанусь. То есть мужчина занял полностью такую вот пассивную, выжидательную позицию. Тройка огня это в целом карта, а кто же меня завоюет? Вот таких вот перспектив. Поэтому здесь он просто ожидал, вот, скажем так, как какая-то женщина сможет его завоевать, то он и будет развивать взаимоотношения. Для тех, кто выбрал третий вариант. Ну вот поэтому аркану мужчина просто считает, что все кончено, отношения себя изжили. Либо они требуют какой-то трансформации. И здесь уже мужчина не понимает, готов ли он в это вкладываться, трудиться, меняться согласно вашим убеждениям, либо вашим запросам. Или, ну в целом он взвешивается за и против. А готовы ли вы меняться? Готовы ли вы выводить эти отношения на новый уровень? Но по аркану смерти он понимает, что в принципе все подошло к завершению. Как бы чувства себя исчерпали, отношения себя исчерпали. И вам в этой связи просто-напросто больше нечего дать друг другу. Что же по факту? А по факту король воды. Еще тут товарищ. Кстати, вот эти две карты очень сильно перекликаются со знаком скорпиона. Потому что смерть – это знак скорпиона. И король воды. По королю воды проходит рак скорпиона или рыба. Но чаще всего у вас в этом сочетании проявляется скорпион. По королю воды – это мужчина любвеобильный. Мужчина-бабник. Иногда Альфонсон. Мужчина, который очень сильно любит внимание женское, очень любит разнообразный секс. Мужчина, который любит свободу. Скажу вам честно, по практике того, что я видела, скорпионы из двух типов. Но это касается только этого знака. То есть либо верные – это гробовые доски, либо такие редкостные бледуны, которых еще поискать. Поэтому не знаю, какой именно вам попался экземпляр, судя по всему, вторую. Но вот здесь в контексте четкий манипулятор, который знает, как сыграть на ваших чувствах, как себя проявить, что сказать, что сделать для того, чтобы вы ему поверили. То есть вот такой очень умелый и тонкий обольститель женщин, который крайне свободолюбив. Вот это и послужило основной причиной разрыва. Не готов он к стабильным и длительным отношениям, которые могут привести к брачному союзу. Что касаемо четвертой позиции. Так, истинное, ну как не истинное, а показное, да? Как мужчина позиционировал? Почему с вами расстался? Здесь падает жрец, ситуация осуждения. То есть либо ему не нравилось ваше поведение, как вы вели себя в социуме, либо с его родственниками, либо с его друзьями, либо в целом ему не нравилось ваше какое-то вот показное, да, то, что вы могли выставлять откровенные фото в соцсетях, либо вели какой-то разгульный образ жизни по его мнению. То есть, скажем так, ваше поведение шло вразрез с какими-то его убеждениями и морально-отеческими нормами. И это послужило причиной расставания по его мнению. Что же было на самом деле? На самом деле здесь вот по слуге воздуха это у мужчины идет какая-то ситуация вдохновения, новая идея, новыми замыслами, либо новое увлечение, которое мужчина скрывал и вам просто не хотел показывать. Еще по этому аркану у мужчины может быть ситуация работы, творчества, когда мужчина, знаете, полностью погружен в какой-то бизнес-проект, в какую-то идею, и для него это стоит на первом этапе. То есть приоритеты заработка, либо своей собственной самореализации, скажем так, знаете, как в песне, первым делом самолеты, ну а девушки потом. Вот это четвертая позиция. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант. Башня. Ситуация крушения, ситуация разрушения. Здесь либо вы состояли в браке, либо в целом в каких-то прочных стабильных взаимоотношениях, но это, знаете, ситуация, как я называю, одиночество вдвоем. Потому что вот две башни и ситуация разделения. Вы могли жить под одной крышей, но по факту понимаете, что живете уже как сожители. Либо отношения уже стали как привычка, и временем исчерпали себя, и вы понимаете, да по сути-то нечего отдать друг другу. Еще по этой карте очень часто проходит брак, либо люди, которые не находятся в разводе, но по факту отношений и брачного союза уже как такового нет. Это, скажем так, брак для других, для замыливания глаз. Если же вы все-таки не находитесь с этим мужчиной в брачных отношениях, то, скорее всего, он не свободен. Что же по факту послужило причиной разрыва? Да новые отношения, новая влюбленность, туз воды, о чем еще можно говорить. Новые вершины, новые горизонты, новые покоренные девушки. Эмоции здесь бьют просто через края. То, что его захлестнуло и заставило, скажем так, уплыть к другим берегам. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант. Как мужчина позиционировал ваш разрыв? Четверка воздуха. Ну, ситуация застой, ситуация воспоминаний, что либо мужчина жил воспоминаниями о прошлом в ваших взаимоотношениях, либо в целом вспоминал другую партнершу. Например, если он с кем-то до вас долгое время встречался или жил, то он погружается все время в эти воспоминания, как в киноленту. Не может человек отсечь это из своей памяти. По крайней мере, это он вам озвучивал. Что же у него на самом деле? Какова истинная причина разрыва? Королева воздуха. Ну, вот здесь женщина, как правило, воздушной стихии. То есть это близнецы воздуха или водолей послужила причиной разрыва. Если же вы сама являетесь представительницей данной стихии, то здесь четко идет какая-то ситуация, кокетство легкой игры и отношений без обязательств. То есть мужчина хотел легкости в отношениях с вами. Он не планировал строить долгосрочную связь. Ему это была ситуация как одушина, как приятное времяпрепровождение. Вот что по факту скрывает сабот за этой ситуацией. В чем ее подоплека. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Что мужчина вам озвучил? Восьмерка воды. Ну, что по этой, скажем так, по этой карте пришло ему время уходить, потому что оно вот слишком в ваших отношениях. Вы либо пытались его привязать, либо сквать какими-то обязательствами. Потому что, ну, вы знаете, как вот эти вот стрелы, которые пронзили, не дают ему шагу сделать. Не шаг вправо, а шаг влево расстрел. Вот такая вот позиция. Либо вы слишком его ревновали, либо ограничивали в общении с другими людьми. То есть, там, не знаю, друзьями, женщинами, коллегами и так далее. И, скажем так, он просто-напросто от этого устал и остыл. Ситуация уже просто, скажем так, для него стала критичной. В чем-то, может быть, даже невыносимой. Поэтому мужчина решил выйти из этих взаимоотношений. Что же по факту скрывается под этой причиной? Пятерка воды. Да то, что вы топите друг друга. Это вообще деструктивная связь. Вы друг другу не подходите. Вот эта ситуация какой-то озлобленности, ожесточения, ненависти, агрессии по отношению друг к другу, тянет вас на дно. Из этих отношений вам нужно ходить именно вам в первую очередь. Потому что мужчина вас просто-напросто утопит. В своем негативе, в своих придирках, укорах, ревности. Или в целом, знаете, в ситуации какой-то озлобленности на вас. Возможно, из-за этого поведения. Поэтому именно по этой ситуации, по седьмому варианту могу сказать, не расстраивайтесь. Для вас эта ситуация, наоборот, отыгрывается в лучшую сторону. Потому что неизвестно, чем для вас, в принципе, могли закончиться эти взаимоотношения. И для тех, кто выбрал восьмой вариант, так, что я с первой причиной? По суду. Либо у него шло возрождение отношений с кем-либо, да, на стороне. Не знаю, там семейных, не семейных, потому что все-таки семейная карта. Либо же причиной разрыва ваших взаимоотношений в целом послужили какие-то судебные процессы. Может даже тюремное заключение. Здесь по одному аркану сложно судить. Либо же в целом, как говорит карта, если человек пытался возродить отношения с вами, то это ни к чему не привело. То есть попытка была тщетной. Что даже на самом деле скрывается под этим вариантом? Здесь ситуация колесницы. То есть человек пытается все-таки вернуть какие-то прежние отношения, которые у него были. Вот это и служит ключевой причиной. То есть быстрота развития событий. Либо же в целом еще здесь отыгрывается отъезд этого человека куда-либо. Да, вот в следствии, да, вот если это тюремное заключение, то человека просто-напросто берут под стражу, да, и этапируют куда-либо. Если же это просто формат взаимоотношений без каких-либо судебных проблем, то здесь однозначно мужчина тяготеет к каким-то прошлым связям, пытается их вас обновить. Поэтому вот истинная причина ситуации. Вот таким у нас вышел расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как он у вас проигрывается или не проигрывается. В целом буду вам признательна за обратную связь. Ну, а я вас благодарю за внимание. Всего доброго. С вами была Ева Лехцар и до новых встреч.